В Красноярском крае 14 марта 2019 года прошел единый день профессиональной ориентации обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций. Прошел он под девизом «Профессия – путь к успеху». А основные задачи единого дня – это содействие выпускникам в выборе профессии с учетом потребностей и динамики рынка труда края, а также профессиональных интересов и склонностей каждой личности. Выбор профессии, он действительно определяет и является важным моментом в жизни. И этот выбор, он, как правило, зависит от зрелости, от профессиональной зрелости человека. Наши мероприятия как раз направлены на то, чтобы ребята более осознанно подходили к выбору профессии, чтобы они задумывались, какая же сфера подходит, какая профессия, чтобы они начали разбираться в себе, знали рынок труда. В Курагинском доме детского творчества, где прошло мероприятие единого дня профориентации, встретились школьники, специалисты Центра занятости и волонтеры-профориентаторы Курагинского и Кашурниковского филиалов Минусинского сельскохозяйственного колледжа. Они познакомили старшеклассников с такими профессиями, как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, бригадир-путеец. У нас действуют два волонтерских отряда. Хотелось бы также отметить, что ребята из Кашурниковского филиала, они прошли финал краевого конкурса «Профи в проф». С этим бы их тоже хотелось очень поздравить. В этот день были проведены профориентационные викторины игры. Перед ребятами выступил молодой специалист из зала Марининская, который трудится в хозяйстве механизатором. Он поделился своим профессиональным становлением, опытом работы на предприятии. Также школьники узнали, какие профессии востребованы на рынке труда Красноярского края. Многие ребята, в принципе, знают, чего хотят от жизни, но еще не точно наметили пути, какими к этим целям пойдут. Ну, вообще, для меня важно, чтобы профессия была для меня приятной, казалась правильной какой-то, и в которую можно вкладывать свои силы, и значит, что это не напрасно, где нормально платят. Для меня это все главное. Я вообще думал остаться в армии по контакту, но я не уверен насчет этого, и рассмотрю сейчас другие варианты, еще не решил окончательно. Без сомнения, проведение таких вот профориентационных мероприятий можно назвать полезным делом. Вот и в этом конкретном случае более 40 школьников из Курагинских школ номер один, номер три Березовской школы смогли проанализировать свои способности и склонности применительно к той или иной профессии.